Сколько я заработал за три месяца на Валберсе и какие ошибки допустил, когда начинал продавать и в процессе продажи. Всем привет, меня зовут Вадим, вы на канале Откровенно о финансах. Вступление звучало как очередная реклама, но не беспокойтесь, здесь я никого и ничто рекламировать не собираюсь, просто хочу поделиться своим личным опытом. Давайте начнем с того, как я искал товар. Ну, у меня получилось так, что была деятельность супругой у нас, хендмейт, которую мы вели в городе Тюмень, даже арендовали офис, производители изготавливали корпоративные заказы, делали изделия из стекла, в общем у нас оригинальные, и еще проводили разные мастер-классы и так далее. И вот эти изделия, которые мы продавали, я решил их поставить на ВБ. И первая моя ошибка, я еще в 2019 году думал попробовать их туда поставлять, но понятия не имел, как там что делать. Увидел только негативные отзывы у тех, кто уже продавал, что у них там все бьется, но потом понял, что этот вопрос решается хорошей упаковкой. Ну, а также коллега по цеху мне сказал, что этого барахла на маркетплейсах полно, оно никому не надо и не продается. Причем очень сильно ошибался, и он ни разу даже не продавал там. Ну да, я не спорю, вы миллионы обороты на таком товаре не сделаете, но 100 тысяч в месяц оборот делать можно и зарабатывать даже около этой суммы. О деньгах чуть позже, потому что у меня свои показатели. То есть, по факту товар я не выбирал, он у меня уже был. Теперь, как я сделал первую поставку и какие я допустил ошибки? Я первую поставку делал из Тюмени в Казань, транспортной компании, об этом есть отдельное видео на канале. И что самое интересное, я здесь запустил еще одну ошибку. Я, во-первых, тянул время, очень долго тянул время. Ну, у меня были заказы, у меня была работа, и меня как бы никто не гнал в шею. Здесь нужно действовать максимально быстро и, в общем, в праздники не отгружаться. Потому что, отгрузившись в праздники, у меня долго происходила приемка. Я в начале мая отгрузился, и до конца мая у меня еще товар там прогружался и появился на сайте в конце мая. Плюс еще одна ошибка, я отгрузил маленькое количество товаров, 8 штук всего. Хотя нужно отгружать мне. Я вот сейчас понимаю, что новые товары буду тестировать. Я буду отгружать минимум 20-30 позиций. А, точнее, позицию 1-2. А вот количество каждой по 20-30 штучек. Когда мой товар появился на складе, я не смог полноценно делать самовыкупы из-за того, что товара было не так много. Поэтому, два важных критерия. Первый. Грузите много товара. Ну, не прям много, а нормальное количество товара. И старайтесь сразу же делать самовыкупы через знакомых, друзей и писать хорошие, адекватные, реалистичные отзывы. Прям потому что Валбери спокойно может исключить ваш отзыв. У нас так было. И дальше, когда вы будете делать эти самовыкупы, уже пойдет органический трафик. Начнут заказывать другие люди. И тем самым ваша карточка будет подниматься все выше и выше. И рекомендоваться другим. Еще немаловажно правильно заполнять саму карточку, используя ключевые слова. Можно пользоваться Яндекс.Вордстатом. Если честно, я им не пользовался. Я посмотрел более-менее как у конкурентов. Посмотрел по каким ключевым запросам находят тот или иной товар. И составил описание. Используя эти ключевые слова. И добавил там три этих ключевых слова. Три тег. Потому что я на YouTube продвигаю свой канал. И в принципе я понимаю, как алгоритм устроен. Плюс-минус. И в общем ничего сложного, мне кажется, в Albersi нет. Когда товар очень хорошо продается, нужно своевременно поставлять еще, еще и еще. То есть поддерживать, чтобы карточка никогда не уходила у вас из продаж. Если вы находитесь в Москве, как вариант, можно по FBS добавить карточку и добавить остатки. Если вдруг на складе закончилось. Но надо быть готовым, чтобы ездить, своевременно отгружать. Правильно печатать там штрих-код. У них другой штрих-код печатается. Не как вы на склад отправляете груз. Потому что у меня летом выкупили все изделия. Карточка, которая очень хорошо продается. По которой хорошие продажи. И я не успел даже изготовить. И пришлось, пока я изготовил, пока увезли. То есть я потерял во времени. А потом карточка появилась. И она уже была не на первом месте, а ниже. Поэтому это очень важно. Еще, кстати, круто заполнять в карточке еще другие цвета. Тем самым добавляя другие товары. И у меня, например, формы, они в принципе разные все. Но цвет у них одинаковый. Прозрачные и черные швы. И я как схитрил. Я просто сделал другие цвета. И добавил туда другие формы. И тем самым у меня уже автоматически под новыми товарами есть 5 звезд. Этот рейтинг подтягивается от основной карточки. От основного цвета. И тем самым я уже привлекаю органический трафик. И мне не нужно делать самовыкупы. Когда моя одна карточка держится в топе. Люди заходят, видят другие новые позиции. И их заказывают. Давайте теперь перейдем к денежному вопросу. Сколько же все-таки я заработал. Смотрите, на самом деле мы берем 3 месяца. Июнь, июль, август. Потому что мои товары появились. Я там 5 мая сделал поставку. У меня вот этот вот затяжной период был. Что там 2 недели товар просто не появлялся на складе. Осуществлялась приемка. А потом появился товар, только половина товара. И в итоге полноценные продажи, они как бы начались в июне. Плюс я еще в начале июня сделал нормальную поставку. Уже гораздо больше изделий. Поэтому за 3 месяца заказов было на сумму 225 292 рубля. Но это именно сумма заказов. У меня были, конечно же, возвраты. А если мы посмотрим именно продаж, сколько было. То увидим сумму 177 634 рубля. Опять же, здесь вот сумма продаж, она, возможно, складывается из тех сумм, которые, за которую купил клиент. А я же продаю немного по другой цене. То есть без учета СПП, скидки постоянного клиента. И вот исходя из моих подсчетов Excel, у меня получается... Давайте, наверное, сразу скажу, сколько получилось именно чистыми. По моим данным, это 87 тысяч рублей чистыми я забрал себе, как говорится, в карман. И сумма небольшая, да. Если мы разделим на 3 месяца, то это получается у нас примерно где-то почти по 30 тысяч рублей в месяц чистыми. Соглашусь, немного. Но это же колоссальный опыт, который я получил. И что я планирую делать дальше. Сейчас у меня возникли сложности с расходным материалом. Да и плюс я сам понял, что я запарился паять эти формы. И как бы много времени уходит. Это на самом деле мне больше удовольствия доставляет вести YouTube канал, делать видео для вас. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Кстати, не забудьте. И я сейчас для себя уже нашел ряд товаров. Так как мы живем в Подмосковье. У меня склад рядом, у меня много оптовиков. Я ищу сейчас товары. Уже ряд нашел. Буду тестировать на этой неделе. И, в общем-то, открывать ИП. Потому что по самозанятости уже перепродавать нельзя. Ну и дальше посмотрим. Может, буду еще делать какие-то выпуски касаемо Валбериса. Если хотите видеть еще на канале выпуски про Валберис, напишите об этом в комментариях. Если вы уже продаете на Валберисе, тоже пишите обязательно в комментариях эту информацию. Делитесь своим опытом. Делитесь лайфхаками. Какие-то помогайте, в общем, друг другу. Пожалуйста, рекламе здесь память не нужно. Типа создаю там карточки и так далее. Вот эти все нюансы как-то решайте, не знаю, в других сервисах. Кстати, я не проходил никакого обучения. Делал все сам. Смотрел видео на канале. Мне никто, в принципе, не помогал. И это круто, на самом деле. Когда я переклеивал два или три раза штрих-код, потому что сделал его неправильно. И я потом понял, что на YouTube много разных видео, которые вот такие вот на отдельные темы. И я сделал большой выпуск на 40 минут, где я разобрал все вопросы. Если вы его посмотрите, и у вас есть уже товар, вы сможете сделать свою первую поставку спокойно. Я не продаю никакие обучения и не планирую. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если было полезно. А я думаю, это действительно так. И в новых видео увидимся. Всем пока. Вообще никого не слушайте. Потому что, блин, нафиг вам скажут. Слушай, дружище, да этот товар не продается. А он потом бац и продается. А он потом бац и продается. Слушай. Пока. Пока. Продолжение следует...